Время новостей Война и мир Василия Верещагина. Масштабная ретроспектива художника открылась в новой Третьяковке. Вложили максимум сил за это время, за эти два года. Дух огня раздал награды. Названные победители фестиваля кинематографических дебютов. В таком странном месте творить настоящий и живой театр – это дорогого стоит. Отбыток притчи. На золотой маске показали спектакль Серовского театра драмы. Третьяковская галерея открывает ретроспективу Василия Верещагина. В экспозиции полтысячи работ из 20 музейных и 4 частных коллекций. Представлены самые известные серии – от туркестанской до палестинской. Цель – раскрыть все грани личности и творчество мастера, которого публика привыкла называть баталистом. Хотя современники выдвигали его на соискание первой Нобелевской премии мира. Он не просто живописец, он нечто большее. Он во сто раз поучительнее, чем его работы. Это слова главы передвижников Ивана Крамского, чей портрет Верещагина открывает выставку. Теплых слов от коллег мастер батальной живописи в своей жизни слышал мало. Его недолюбливали. За прямоту и гордый нрав. Обвиняли, что пишет не по правилам и смакует насилие и жестокость. Верещагин в споры не вступал. Продолжал отказываться от званий и наград. Вновь и вновь стремился оказаться в гуще событий. Изображая войну, он призывал к миру. Он не был просто тихим пацифистом, который сидел у себя в мастерской. Он должен был смотреть постоянно в глаза и в лицо войны. Он писал об этом для того, чтобы изображать ее так, чтобы у настоящих и будущих завоевателей исчезла сама мысль о возможности ведения новой, кровопролитной, бессмысленной, чреватой страшными жертвами войны. Около 500 экспонатов. Это самая масштабная выставка Верещагина за последние десятилетия. Ее уже назвали главным проектом года. Теперь все в предвкушении. Сумеет ли Верещагин побить рекорды Серова и Айвазовского по посещаемости? Я думаю, что эта выставка станет значимым событием в нашем российском пространстве. И она, так же, как и предыдущие выставки, не останется незамеченной в мировом культурном событийном ряду. Человек, который всю жизнь вел дневники, написал много книг, но после его смерти все дневники исчезли. До сих пор их не могут найти. Это одна из загадок Верещагина. В путешествиях, помимо ведения дневников, баталист создавал вот такие графические зарисовки. Недавно исследуя картину, представляют трофеи. Специалисты сделали интересное открытие. Съемка этого произведения в различных лучах показала, что сначала все до последнего завиточка орнамента на колонии было прорисовано графитным карандашом. И только потом Верещагин перешел к работе маслом. Он как бы раскрашивает рисунок. На выставке, кроме живописи и графики, предметы быта разных народов. Они здесь неспроста. Сам художник всегда дополнял свои экспозиции экзотическими вещами. Верещагин лично организовывал свои выставки. Считал в себе художника, куратора, арт-менеджера и арт-дилера. Он организовал около 70 персональных экспозиций по всему миру. Самые масштабные традиционно заканчивались аукционом. Верещагин предпочитал продавать не по одной работе, а сразу целыми сериями. Ядро экспозиции пять знаменитых серий Верещагина. Одной из самых тяжелых для художника стала балканская. На Балканах он даже слегка, как он говорил, я надорвался. Потому что все, что он видел на Балканах, он настолько тяжело пережил в душе, что ему пришлось потом это выплескивать на полотна. И он, получается, дважды это пережил. На самой войне, где он был очевидцем. И еще когда создавал свои полотна. Последней серией художника стала японская. Верещагину было 60, когда он отправился на последнюю в своей жизни войну. Русско-японскую. Он погиб при взрыве на мине броненосца Петропавловск. Так и не успев написать в этой поездке ни одной батальной сцены. Станислав Дуре, Александр Подкоха, Новости культура. Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» назвал победителей. В этом году все картины, представленные на смотре, были объединены темой любви. Как видят это чувство режиссеры из разных стран, и чья точка зрения показалась жюри наиболее убедительной, расскажет Яна Мирой. «Дух огня» проходит в 16-й раз. За это время зритель фестиваля Александр Хант вырос в его участника. Бывший конкурсант Петр Буслов, теперь член жюри. Форум открывает имена, воспитывает нового зрителя и влияет на кинопроцесс. Международная программа, российские дебюты, короткометражки, фотоконкурс. Лучшая женская роль у Марии Ремер. Лучшая мужская у дуэта Евгений Ткачук и Алексей Серебряков. Приз получает режиссер Александр Хант. У ленты «Как Витька чеснок» вез Леху Штыря в дом инвалидов. Еще и приз зрительских симпатий. Вообще у нас фильм такой, я бы сказал, зрительский. Поэтому дистанции между зрителем у меня вообще не сталкивался. Третья награда у этой картины за лучшую операторскую работу. Мы очень старались, горели этой историей. Мы вложили максимум сил за это время, за эти два года. То есть два года жизни были вот с этим фильмом. Лучший российский дебют. Иванов Дмитрия Фольковича. Специальное упоминание жюри международного конкурса. Лента Клима Козинского. Жанр. Приз «Золотая тайга». В международном конкурсе присуждена ленте. Сара играет оборотня Катарины Вюс. Мне очень приятно, что здесь, на фестивале, зрители поняли мой непростой фильм. Наше общение после показа было для меня очень интересно. Приз президента фестиваля Сергея Соловьёва за личный вклад в киноискусство и создание своей школы присуждён Борису Юхананову. В этом фестивале участвуют четверо его учеников. Ко мне приходят люди, уже получившие одно высшее образование. Очень разных профессий, с разных уголков России и не только. И все они отправляются в изучение режиссуры как универсальной профессии, имеющей применение и в театре. Театр у нас в основании находится, и в кинематографе, и, конечно, на телевидении тоже. Президент фестиваля Сергей Соловьёв шутит. У победителей только два варианта. Всё будет хорошо, либо очень хорошо. У фестиваля «Дух огня» лёгкая рука. Яна Мирой, Александр Кубасов, Павел Хатунцев. Новости культуры. Ханты-Мансиск. В Петербурге, в галерее на набережной Фонтанке, открылась выставка работ Роберта Фалька. В экспозиции чуть больше 50 картин из частных коллекций. Но, несмотря на свой камерный формат, она интересна не только узкому кругу искусствоведов. Елена Ворошилова с подробностями. Полупрозрачные акварели, задумчивые портреты, приглашённые тона, холодные краски. В ранних натюрмортах Роберта Фалька много света и радости. В поздних налёт грусти. Её было много и в жизни самого художника, который видел крах имперской России, становление Советской Республики, был обласкан и гоним. Эту картину Фальк написал в Париже, где он прожил 9 лет, находясь в официальной командировке от Советского государства. Там он изучал классическое наследие и заодно набивал руку. Именно тогда появились эти яркие и сочные тона в его картинах. Но в 1937 году они навсегда исчезнут. Художника обвинят в формализме и космополитизме. Стиль Фалька сформировали импрессионисты, кубисты, примитивисты. Особенно сильным было влияние Сезана. Только у Фалька любовь была не к яблокам, а к цветам и моркови. Художник был в авангарде бубнового валета. После революции учил живописи рабочих и крестьян. Сам писал много. Часто использовал для эскизов оборотную сторону картин. Один из них представлен на нашей выставке. Так, например, это великолепный портрет повара 1932 года, написанный в Париже. Неожиданно обнаруживает интересный эскиз к совершенно другому, более раннему портрету индуса в белом. Тем более уникален этот момент тем, что на выставке также представлен и акварельно-карандашный рисунок, и сама законченная работа. Картины Фалька как шкатулка с секретом. На этой с одной стороны натюрморт с цветами, с другой пейзаж с церковью. Это один из примеров того, как художник использовал оборотную сторону для того, чтобы изобразить не менее прекрасной кубистической манере, написанный пейзаж с церковью. Лишенный государственной поддержки как живописец, он рассчитывал только на свои силы и помощь друзей. Последние годы художник работал с еврейскими театрами. Спустя полвека картины Фалька преодолели на аукционах отметку в миллион фунтов стерлингов. Многие работы продаются до начала торгов. Елена Ворошилова, Сергей Скоридов, Дмитрий Сазоненко. Новости культуры. Санкт-Петербург. В конкурсной программе «Золотой маски» показали спектакль с училища. Постановка Серовского театра драмы имени Чехова претендует на премию в пяти номинациях. В истории с провокационным названием смешаны трагедия и фарс. Пётр Шерешевский неоднократный номинант на «Золотую маску» ставит по всей стране. Но впервые в таком маленьком городе, как Серов, оказалось своеобразное приключение. В фойе, когда входишь, иногда торгуют медом, иногда саженцами, иногда тканями какими-то. На театре нельзя повесить афишу театра, потому что это здание принадлежит ДК. В общем, это такое место, в котором, когда ты видишь профессиональных артистов, хороших режиссеров, горящих своим делом директора, и, в общем, проникаешься безумным уважением, потому что в таком странном месте творить настоящий и живой театр – это дорогого стоит. Серов – город на границе Среднего и Северного Урала с населением около 100 тысяч человек. В нём единственный драматический театр, назван в честь Чехова. Удивительно, но режиссёры из Москвы и Петербурга здесь частые гости, и даже из-за границы. Зал на 300 мест почти всегда полон. Театральный зритель воспитан, привык к классике и к экспериментам. Я думал, что для нашего города эта история покажется не близкой какой-то, она странная. Как я уже говорил, она вырвана из бытового какого-то контекста, она помещена в какую-то другую реальность. Но, как оказалось, я ошибался. Серовские зрители восприняли это с большим удовольствием. Ещё до того, как возникла вот эта история с Маской. Сначала кажется, что эта история про встречу героев из разных миров. Сергея, условного представителя интеллигенции, преподавателя философии, завсегдатая Фейсбука. И о районной красотке Таньке, девочке из низов, торгующей в ларьке рыбой, поклоннице поп-эстрады. Но эта линия быстро теряет актуальность. Я могу ему прямо сейчас позвонить? Ты не понимаешь? Скажи, что ты меня изнасиловал. Давай, Серёжа, иди ко мне. Приятие Сергея Славка провоцирует его на пари. Сергей лишает Таньку девственности, публикует отчёт в соцсетях, за что получает ноутбук и пропуск в местный элитный клуб. Это могло бы быть обычной чернухой, но версия Шерешевского стала притчей. Обилие явно ненормативной лексики режиссёр заменяет эфемизмами. Всё понятно, но не подсудно. Пошлая бытовая история оборачивается шекспировскими страстями. Любовь, интриги, предательство, кровь. В помощь костюм Алексея Анисихина, номинированного на «Золотую маску» как лучший художник. Я хочу, что вы все здесь считались со мной. Пьеса мало того, что она попадает в текущую реальность, она попадает вообще. И я уверен, что пьеса Иванова будет так же актуальна и через 150 лет в каком-нибудь футуристическом театре-драме имени Антона Павловича Чехова в скромном городе Серов. С училища спектакль, сотворённый из невероятной любви к театру, невеликого реквизита и большого таланта. Валерия Кульжарцева, Александр Шиповал, Новости культуры. Когда нежный возраст не помеха, как удалось органу покорить главную сцену? И почему африканским модельерам не страшны московские морозы? Всё это уже сегодня. В Бетховенском зале состоится вручение именных грантов и концерт стипендиатов Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Уже четверть века организация, созданная «Маэстро», помогает юным музыкантам найти свой путь на профессиональную сцену. Музей декоративно-прикладного искусства представит выставку «Зажигательная Африка». Экспозиция расскажет о традиционных мотивах в моде и дизайне ЮАР. Национальные комплекты дополнены современными атрибутами, которые создали ведущие дизайнера страны. На исторической сцене Большого театра международный гала-концерт «Праздничная токата». В центре внимания орган, созданный в Германии специально для Главного театра России и установленный в 2013 году после глобальной реконструкции. В очередной раз испытать этот сложнейший инструмент пригласили ведущих музыкантов европейских школ. На этом наш выпуск завершён. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин